Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. Пятое поколение. 30 июля отмечался Международный День Дружбы, но даже в этот праздник Хасбро вновь оставила нас без трейлера грядущего фильма. На официальных страничках Фейсбука и Инстаграм опубликовали еще одно видео с актерами озвучки, в этот раз они рассказывали о своей дружбе и друзьях. А с пони сделали интерактивный постер, статичную версию которого вы видите сейчас на экране. Новости игрушек. На прошлой неделе я рассказывала, что в промо-видео в Инстаграме также с актерами озвучки засветились большие причесываемые пони, которые еще не были анонсированы. Эти пони из большого набора Shining Adventures Collection. Кроме главной пятерки в него входит еще один пони-мальчик Спраут. Очень интересна его роль в предстоящей ленте, раз его даже добавили в набор. Хотя и на молде Хитча, конечно же. Также как минимум две пони аналогичного размера будут выходить и в одиночном варианте, но судя по гривам и составным копытам, это гораздо более бюджетные игрушки. Большой набор по части причесок выглядит куда более качественнее. Также на Amazon и Target появились некоторые новые раскраски, активити-буки и другой мерч. Live Photo эксклюзивных пинов от Entertainment Earth. Напомню, что в коллекции 6 пинов с пони первого поколения. И бонусом фетровая шкатулка Simuland. Пони Ферма от Game Loft. Вышло очередное обновление игры. На стартовом экране игроки теперь могут видеть свой ID игрока, в том числе для обращения в техподдержку. Обновление принесло две новые истории. Костюмированная акция со Спайком и Бриззи ждет нас несколько позже, а в пятницу стартовала Блиц История – прорыв в Дрейтоне. Сюжет по 87 и 88 номерам официальных комиксов про то, как Rainbow Dash и Big Macintosh участвовали в гонке. Бустеры и призы взяты также из комиксов. Отдельное видео есть на канале, ссылка будет указана в описании. Также в честь Дня Дружбы в игре была распродажа сначала декора Школы Дружбы, а потом и ее студентов. Были весьма неплохие предложения. А сегодня стартовал новый ивент на просмотр рекламы. В качестве основного приза – единорог-художник. Официальные комиксы. Вышло превью 101-го выпуска основной линейки. Напомню, что пони готовятся к нападению рыцарей гармонии, эвакуируют население и принимают различные защитные меры. Ambient White. И в конце немного грустная новость по проекту Ambient White. Год назад разработчики опубликовали информацию о том, что планируют выпускать игру по главам и релиз первый был намечен на лето этого года. Однако по различным причинам было принято решение заморозить проект до 2025 года, а пока сделать более маленькие игры с целью заработать нормальное финансирование на основную игру. Больше подробностей на канале авторов, ссылка указана в описании. Это были все пони новости, о которых я хотела рассказать. На втором канале также выходил крафт-влог, ссылочку тоже оставлю в описании. До встречи в следующих видео, с вами была Тома, пока!